Среди бабочек есть очень необычные виды, которых иногда сложно даже принять за бабочек. Это пальцекрылки. Возможно, вы встречали их. Ведь эти странные бабочки обитают повсеместно. Они живут даже в тундре. Однако большинство видов распространено в тропиках. На сегодняшний день описано около 1200 видов. Большая часть живет на открытых пространствах. Их можно встретить на полях, в степях и полупустынях. Чисто лесных видов насчитываются единицы. Семейство этих чешуек крылых ведет суверичный образ жизни. Но главной характерной особенностью этих бабочек считается их неумение складывать крылья. Они всегда расправлены горизонтально под прямым углом к телу. Но зато у многих видов крылья могут складываться наподобие веера, из-за чего они становятся похожими на уплощенную палочку. А вся бабочка превращается в копию веточки или пучка травы. Размах крыльев может достигать четырех с половиной сантиметров. Крылья этих бабочек действительно очень необычные. Они у них узкие. В окрасе преобладают серые или бурые тона. И как уже было сказано, когда бабочка находится в покое, то держит их горизонтально под прямым углом к телу. Передние крылья обычно разделены на две лопасти, задние на три. Всего получается пять лопастей. Столько же, сколько и пальцев. Поэтому их и назвали пальцекрылками. Но есть виды с цельными, длинными и узкими крыльями, которых тоже по остальным признакам относят к пальцекрылкам. У некоторых видов на задних крыльях есть длинная бахрома. Эта бахрома улучшает качество полета. Ноги пальцекрылок очень длинные, тело же стройное и напоминает тело комара. Хотя некоторые виды и считаются вредителями, но большого ущерба они не приносят. И что еще интересно, среди пальцекрылок есть даже виды, которые используют в качестве биологической защиты от сорняков. Летают эти бабочки довольно медленно, неуклюже и недалеко. Это связано с тем, что они не машут крыльями вверх-вниз, как другие бабочки. Своими крыльями они совершают движения лишь в горизонтальной плоскости, как бы грибут. Питаются нектаром и пыльцой травянистых растений. Встретить пальцекрылок можно в течение всего лета, но сроки лета у разных видов разные. Например, изукрашенная ширококрылка вылетает самой первой – в мае. Она относится к тем немногим видам, которые зимуют на стадии взрослой бабочки. А вот снаптилия птеродактиля считается самым обычным видом и повсеместно встречается с середины июня по август. Яйца пальцекрылок не превышают в основном 0,5 мм. Они бывают сельчатые, овальные или эллиптические. Их цвет белый или бледно-желтый. Гусеницы же очень маленькие и достигают в длину не более 1 см. А еще они покрыты волосинками. Маленький размер позволяет гусеницам жить внутри листьев и стеблей тех растений, на которых они питаются. Куколки у большинства пальцекрылок не имеют кокона. Они похожи на палочки длиной около 1 см. и подвешиваются задним концом к растению. Бабочки выходят из куколок через 1-2 недели. А вам доводилось встречать этих странных и необычных бабочек, которые своим телом напоминают комаров? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова